Во всех районах Гомельской области горячая пора по уборце рапсу. Працовные силы и техника накированы на поле этой масляничной культуры. Ее огульная площадка по региону складает около 46 тысяч гектаров. По оперативных дадениях обмолочена пятая частка палетков. Собрана около 10 тысяч тонн рапсу. Урожайность вагается от 10 до 20 центнеров с гектара. У господарца Речицкого района 50 годка стричника сбор рапсового урожая подходит до завершения. Если на дворе позволить, финальную кропку поставить уже завтра. Это хозяйство, где мы находимся сегодня с вами, 5 лет октября Речицкого района. У них урожайность, назвал в руководстве, 25 центнеров с гектара. Эта урожайность очень приличная для этого года. Ну и если посмотреть на посевы, рапсы, которые сегодня убираются, подлежат уборке, здесь выдержана технология. Чем не отличались всегда аграры и специалисты от Речицкого региона. Максимально выдержана технология. Там, где есть технология, там есть результат. По драпсу господарца, яка у сего мая 5 тысяч гектаров сельгазугодзев, а двали 150 гектаров. Частка невеликая, однако урожайность на вышине. Колгаз специализуется на живелогадовле. Поголовье складает с высшей 6 тысяч живел. И тому ухил тут робится на кормовую базу. Значную вагу надаюсь таким культурам, меоклюцерна, конюшина, зернебобовая и кукуруза. В этом году мы посеяли порядка 100 гектар сорга. Это высокая, эффективная кормовая культура, которая богата сахаром. Таким образом, правление колхоза решило сделать все для того, чтобы кормовая база была как никогда надежная. С доброй кормовой базой, якую все лето планують нарыхтовать, узнимается и планка по надуях. Сегодня перед господаркой стоит задача выйти на показчик по продаже 40 тонн молока что день. Это меркует и повышение средней заработной платы. В 2019 году тут планують наблизиться до суммы 1400 белорусских рублев.